Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. После этого, как утверждал полицейский, госпожа Мусаева на него набросилась, царапала его и била. Ей был назначен административный арест за мелкое хулиганство. Пока она находилась в спецприемнике, было возбуждено еще и уголовное дело о нападении на участкового. При этом семья Зарема Мусаевой считает, что дело связано с правозащитной деятельностью сыновей госпожи Мусаевой. Ибрагима Янгулбаева правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-канала АДАТ, который признан судом экстремистским. Он провел около полутора лет в Грозненском СИЗО по делу об экстремизме. Он жаловался в Европейский суд по правам человека на избиение, на пытки в Грозненской полиции. Абубакар Янгулбаев юрист. Он сотрудничал с Комитетом против пыток. Комитет против пыток также признан иноагентом и ликвидирован. В конце декабря его задержали в Пятигорске, обыскали, допросили по делу об оправдании терроризма в отношении брата. Абубакар Янгулбаев тогда же сообщил, что в Чечне пропало около 40 родственников семьи. Саиди Янгулбаев назвал дело против его жены заказом главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров после задержания Зарема Мусаевой заявлял, что ее вывоз нельзя назвать похищением. К тому же она, по словам Кадырова, напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. И тем самым, цитата, уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Кадыров тогда же добавил, что семью бывшего судьи Янгулбаева, цитата, ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И он добавил, пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут. Настолько глубоко задета здесь честь каждого представителя нашего народа. Это слова Кадырова. И он также заявил, что один из Янгулбаевых младших выступает с прямыми и открытыми угрозами в его собственный адрес. Депутат Госдумы о Чечни, тот самый, которого вчера потеряли, а потом внезапно нашли, Адам Делимханов, обещал отрезать головы. Это цитата Янгулбаевым. У нас с вами вражда, война, кровная месть. Об этом он говорил в видеоролике, говорил по-чеченски во время трансляции в Инстаграм. Инстаграм, напомню, принадлежит Мете, которая в России признана экстремистской. Ну и срок ареста Зарема Мусаевой несколько раз продлевали. Последний раз это произошло в августе прошлого года. А в мае месяце ее защита заявила о том, что у нее ухудшается состояние здоровья. Потребовала провести экспертизу, но суд это ходатайство отклонил. И вот еще раз сегодня обвинение запросило пять с половиной лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой. Господин Титов сегодня, это, напомню, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, в ходе Петербургского международного экономического форума назвал число предпринимателей, которые находятся в данный момент в СИЗО. Познакомлю вас и с этими цифрами также. Но через пару минут оставайтесь под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Возвращаясь, друзья, к Петербургскому международному экономическому форуму, там сегодня выступал и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, который озвучил количество находящихся в СИЗО российских предпринимателей. Тут важно напомнить, что, например, прошлогодняя речь Владимира Путина в ходе все того же форума была довольно серьезно по объему посвящена именно частным предпринимательствам. СИЗОВ отметил, что в настоящее время 930 российских предпринимателей находятся под стражей. Он уточнил, что это удалось выяснить после того, как ФСИН и аппарат уполномоченного использовали новую методику. Попавшие в СИЗО люди в своих карточках указывали, что они предприниматели. И вот что Титов сказал Интерфаксу. Сейчас мы точно знаем, сколько бизнесменов, бизнеса находится в СИЗО. Это 933 человека. При этом в России бурного роста уголовных преследований, по данным Титова, я так понимаю, не наблюдается. За прошлый год количество дел выросло на 1%. Суды, отмечает Титов, стали чаще выбирать в качестве меры пресечения домашний арест. И все там также, по данным Титова, более 80% уголовных дел предпринимателей связано с мошенничеством. По экономическим статьям, говорит бизнес-омбудсмен, статьям должны быть экономические меры. В первую очередь должен использоваться залог. Если задержанная отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения. Залог – самая распространенная мера в других странах. И он добавил, что выступает за возвращение прокуратуре надзора за предварительным следствием. 13 июня, несколько дней назад, напомню, Владимир Путин подписал закон, который направлен на либерализацию производства по уголовным делам именно в отношении предпринимателей. Давайте перейдем с вами к решению Международного уголовного суда. Выдать ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой. Сегодня этой темы, точнее, наверное, правильно будет сказать больше, темы саммита БРИКС, но которая непосредственно в данном случае связана с решением Международного уголовного суда. Так вот, этой темы коснулся замглавы МИД Рябков. Значит, Россия, как заявил замглавы МИД, и он уже не первый такой, считает ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым. Власти страны, согласно заявлению Рябкова, исходят из того, что ЮАР, который, напомню, подчиняется юрисдикции Международного уголовного суда, обеспечит господину Путину иммунитет во время саммита БРИКС. Рябков также рассказал, что количество стран, которые желают к БРИКС присоединиться, должно расти, уже достигло 20. Вот что Рябков сказал ТАСС. Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований. Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены. Рябков отметил, что БРИКС объединяет страны, которые не руководствуются принципом «ведущий, ведомый», так он выразился. И он рассказал, что количество государств, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к БРИКС, приближается как раз к двум десяткам. Обсуждение того, говорит замглавы МИДа, каковы могут быть критерии вхождения в БРИКС, продолжается, и ЮАР эту работу интенсифицировала. Владимира Путина, напомню, пригласили поучаствовать в саммите. Саммит должен пройти в конце августа. Министр канцелярии президента ЮАР говорила где-то в начале июня, что задержание господина Путина означало бы объявление войны. Что касается решения Международного уголовного суда на выдачу ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой, то суд аргументировал свое решение тем, что, по мнению Международного уголовного суда, они, цитирую, предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения, в скобочках, детей с Украины. Плюс 7903-797-6333. Значит, смотрите, немного музыки сейчас. После этого публикация в «Политику» издания утверждает, что Украина просит Запад не торопить ход наступления. Что про контрнаступление говорил сегодня советник главы Офиса президента Украины, господин Подоляк. Ну и не только. Я напомню, что у нас впереди очень интересный и важный доклад ООН. Ну и философская дискуссия или сессия, как это, наверное, правильно говорить, в рамках Питерского Международного экономического форума. Оставайтесь под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Друзья, отвлечемся от новостей, потому что здесь поступил вопрос в наш WhatsApp. Я напомню, плюс 7903-797-6333. Пишет, подскажите, пожалуйста, где посмотреть более детальную информацию про конкурс «Стильная лапа». Во-первых, самая стильная лапа, я обращаю ваше внимание. Во-вторых, вся информация по правилам проведения конкурса. Если я ничего не путаю, там уже можно даже посмотреть на тех, кто успел прислать фотографии. Могу путать. Но в любом случае, правила проведения конкурса, какие призы, плюс форма, очень удобная форма, с помощью которой вы можете отправить фотографию, все это на нашем сайте silver.ru. Обращаю внимание, что через мессенджеры, да, ни Телеграм, ни WhatsApp, мы в этот раз фотографии на конкурс не принимаем. Только через сайт silver.ru. Ну и, конечно, важное, я вот об этом узнала совсем недавно, что очень скоро прием заявок заканчивается. Заявки принимаем до 21 числа. Так что, пожалуйста, поторопитесь. Есть еще вопросы? Пишите с уточнениями. Выступлю в эфире. Плюс 7903-797-6333. Оля из Иванова нам пишет, что Питер Гэбриэл возвращает к жизни. Да, согласна, неплохо зашел. Следующее тоже сообщение благодарю за Гэбриэла. Но, ребят, выдохнули с Питером Гэбриэл, погружаемся обратно в новости. Сегодня издание «Политика» пишет о том, что власти Украины не хотят, чтобы их подталкивали к каким-либо поспешным действиям во время наступления к тем действиям, которые могут обернуться серьезным и дорогостоящим провалом, что, в свою очередь, навредит моральному духу украинской армии, также навредит надеждам Западам, и Запада и приведет к серьезным геополитическим последствиям. «Политику» сегодня об этом пишет со ссылкой на источник, не названный, разумеется, среди высокопоставленных командующих ВСУ, приводя вот такую цитату собеседника. Мы, РБК ее также сегодня приводит. «Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны. У нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудование. Прогресс должен быть постепенным». Киев при этом выражал беспокойство ожиданиями Запада, причем в том числе и официально. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ожидания от контрнаступления завышены. «Все хотят еще одной победы, но это нормально. Это эмоции». Политика при этом напомнила об информации источников The Washington Post, которые еще в феврале, и мы с вами это обсуждали, рассказывали о том, что Вашингтон, как писали журналисты, давит на Киев для достижения успехов на поле боя. К другим новостям. Через пару минут оставайтесь под серебряным дождем. И не забывайте присоединяться к видеотрансляции на нашем канале в YouTube. Вечер под серебряным дождем. Ну что, друзья, вечер под серебряным дождем продолжается. К слову о сегодняшних высказываниях замглавы МИДа господина Рябкова, который отметил, что он надеется, что ЮАР предоставит Владимиру Путину иммунитет от ордера, который был выдан на арест Владимира Путина международным уголовным судом, а ЮАР как бы подчиняется юрисдикции МУС, то вот только что стало известно, что вроде как у Владимира Путина есть планы посетить Турцию. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он сказал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Раджеп Таипа Эрдогана. Правда, даты поездки не определены. Интерфакс, он сказал, президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки не обсуждались. Напомню, что в конце мая Песков говорил, что Путин и Эрдоган намерены встретиться в обозримой перспективе, как тогда высказывался Песков. А турецкие СМИ писали, что в Кремле рассматривали возможность поездки Путина на инаугурацию Эрдогана. Но в итоге на этом мероприятии Россию, напомню, представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тот же Володин, кстати говоря, отреагировал на заявление советника главы Офиса Президента Украины. Володин слова, произнесенные господином Подоляком, назвал призывом к геноциду. Советник главы Офиса Президента Украины сегодня сказал, что, во-первых, контрнаступление украинской армии еще не началось. Плюс сейчас вооруженные силы Украины наносят удары, чтобы выявить слабые места в защите армии РФ. И одной из целей ударов ВСУ господин Подоляк назвал уничтожение как можно большего числа российских мобилизованных. Об этом сегодня пишет коммерсант, приводя цитату. Мы еще не начали контрнаступление как таковое, а Россия говорит, мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление. Первая цель ВСУ уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. При этом Подоляк заявил, что вторая цель ударов ВСУ уничтожение как можно большего количества российской техники. Третье продвижение вперед сразу на всех направлениях для создания панических настроений у российской армии. И вот именно на это заявление отреагировал Володин, сказав, что это призыв к геноциду. The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сегодня пишет о том, что Япония рассматривает возможность передачи США собственных артиллерийских снарядов. И это, согласно информации Wall Street Journal, может быть сделано для поддержания боевой готовности Пентагона, который, в свою очередь, поставляет боеприпасы из своих запасов в Украину. Передачу боеприпасов, если она будет одобрена, осуществят в рамках договора 2016 года. Это договор об обмене вооружениями, но при этом Wall Street Journal пишет, что объем поставок и сроки остаются неизвестными. Напомню, что в свое время мы с вами обсуждали интерес Соединенных Штатов к японскому тротилу. Источники Reuters в начале июня писали, что Вашингтон уже нашел способ закупать у Токио тротил для производства на американских заводах артиллерийских снарядов. Япония после поражения во Второй мировой отказалась от применения военной силы для разрешения международных споров и также ограничила экспорт оружия. Но, несмотря на то, что артиллерийские снаряды не будут отправлены Украине напрямую, решение будет чувствительным для японской политики, отмечают Wall Street Journal, добавляя, что многие избиратели обеспокоены риском вовлечения страны в зарубежные конфликты. Но, несмотря на это, консервативная часть японских политиков призывает к прямым поставкам вооружения Украине по примеру США и стран Европы. По данным Wall Street Journal, правящая коалиция начала обсуждать ослабление ограничений на экспорт вооружений. Япония присоединилась к международным санкциям против России и, если вы помните, уже не единожды санкционные списки обновляла. А также Япония поставляет Украине нелетальное вооружение. Это беспилотники, костюмы для химической защиты, грузовики, комплекты армейских рационов. А также предлагала Япония принять на лечение украинских солдат. Тем временем, на вечеринке русской медиагруппы накануне объявили, что каждому, кто выведет из строя танк противника, выплатит 1 миллион рублей. Выплатят их из личных денег Баскова и Лепса. Также владельцы медиагруппы и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева. Об этом накануне в своем телеграм-канале сообщила корреспондент и светский обозреватель коммерсанта Евгения Милова. Вечеринка была организована самой русской медиагруппой. И позднее о том, что такая информация появилась, подтвердила агентству РИА Новости пресс-служба русской медиагруппы. Значит, уточняется, что за подбитие Леопарда полагается выплата 700 тысяч рублей. За поражение Леопарда 2 миллион рублей. И напомню, что 13 июня на встрече военкоров с Владимиром Путиным основатель телеграм-канала «Уоргонзо» Семен Пегов рассказывал, что военным не платят обещанные за подбитые танки и самолеты. Ну и эту информацию сегодня попросили прокомментировать Пескова. Он ответил так. Конечно, это такие патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, целый ряд предпринимателей выступили с такими инициативами. Это не одинокая инициатива. Таких похожих инициатив много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. И это хорошо. Конец цитаты. Что касается Леопса с Басковым, то Басков сказал следующее. Мы с Григорием, имею в виду Леопса, одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали. Их подвиг для нас очень важен. Конец цитаты из заявления Николая Баскова. Мы сами кто, друзья? На такой вопрос надо ответить россиянам. Так считает вице-премьер, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Очень интересные некоторые подробности сессии в рамках питерского международного экономического форума. Сессия, которая называется «Горизонт 2040. Россия на карте мира». С некоторыми тезисами, прозвучавшими, я вас познакомлю. Это надо знать. Но сделаю это через пару минут. Оставайтесь под серебряным дождем. Не забывайте присоединяться к видеотрансляции на нашем канале в YouTube. А что касается WhatsApp, как бы вы ответили на вопрос первого вице-премьера «Мы сами кто?». Жду ваших сообщений. Скоро вернусь в эфир. Вечер под серебряным дождем. Это «Вечер под серебряным дождем». Давайте, ребята, немного потянем с тем, что сегодня обсуждалось в ходе питерского международного экономического форума на сессии под названием «Горизонт 2040. Россия на карте мира». Я даже Дугина вам поцитирую. Еще раз. О таких вещах нужно знать. Нужно для полноты анализа. Давайте так. Пока к визиту главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел Запорожскую АЭС и сделал ряд заявлений по итогам осмотра. «Интерфакс» приводит несколько цитат господина Гросси. Тот сказал, что, цитирую, «С одной стороны, ситуация серьезная. Последствия есть, и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации». По словам господина Гросси, специалисты МАГАТЭ продолжат оценивать состояние станции. При этом Гросси сообщил, что воды в пруду для охлаждения станции на данный момент достаточно для ее безопасной работы. По словам главы МАГАТЭ, дополнительные меры не требуются. Советник главы контролирующего станцию «Росэнергоатома» уточнил, что расход воды из этого самого пруда небольшой из-за ограниченного режима работы станции. Кроме того, по его же словам, специалисты провели дополнительную гидроизоляцию. Он не исключил также, что при необходимости могут использовать насосные станции, переносные и артезианские скважины. Плотина Каховской ГЭС разрушена 6 июня. Шесть реакторов Запорожской АЭС охлаждаются водой из специального пруда охладителя, а он заполняется водой из водохранилища Запорожской ТЭС. Она, в свою очередь, расположена рядом с Запорожской АЭС. И после разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Днепре водохранилище ТЭС как следствие начал снижаться. Но, отмечается в публикации, что специалистам все-таки удается сохранять заполненным этот самый пруд охладитель. Еще раз, это, значит, по итогам осмотра Запорожской АЭС глава МАГАТЭ сказала, что ситуация серьезная, но не критичная. И уровень воды в резервуаре для охлаждения достаточный. Плюс 7903-7976333. Мы скоро продолжим. Оставайтесь под сереб... Итак, друзья мои, в начале следующего часа расскажу вам и про третий мир, Рим, прошу прощения, и про то, кто, по мнению некоторых философов, у нас является Сауроном и где находится Мордор. И что такое цивилизационный нацизм, вы не поверите. Но еще раз обращаю ваше внимание. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на сессии «Горизонт-2040. Россия на карте мира» отметил, что россиянам надо ответить на вопрос «Мы сами кто?» Кто мы сами? И считаете ли вы правильной такую постановку вопроса? Пишите в наш WhatsApp плюс 7903-7976333. Но вот к этой философской дискуссии в каком-то смысле мы с вами перейдем в начале следующего часа. Оставайтесь под серебряным дождем. Субтитры создавал DimaTorzok